Поиск работы – актуальная проблема для многих людей. За текущий период этого года в Управлении по труду и занятости социальной защиты Брестского госполкома обратилось около 4000 граждан. Из них более 2000 устроено на предприятия и организации. Сегодня до одного безработного два вакантных места. Это говорит о том, что спрос опережает предложение. И пословица «кто ищет, тот всегда найдет» вполне уместно. Однако не всегда потенциальные работники соглашаются на предложенную работу. Хотя сегодня рынок труда предлагает довольно широкий выбор профессий. Если мы по сферам экономической деятельности посмотрим, то на первый план выходят вакансии – это услуги потребителям. То есть сюда множество вакансий можно отнести. Далее у нас идет обрабатывающая промышленность. Очень много вакансий требуется есть в этой обрабатывающей промышленности. Дальше уже у нас выходит такая сфера или отрасль, как здравоохранение, социальные услуги. Здесь врачи всевозможных профилей, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал востребован. Далее мы можем рассматривать уже по очередности такую сферу, как строительство. Юлия Пимашкина и Светлана Гук пришли в Управление по труду занятости и социальной защиты за получением квалифицированной помощи в вопросе трудоустройства. Для них эта работа будет первой. Поэтому получить нужную информацию и не ошибиться в выборе, пожалуй, главная задача. Я вообще хотела продавцом. Почему? Мне нравится эта профессия. А чем вообще? Ну, у меня всегда есть общение с людьми. То есть, не одна. Ну, хотелось бы по специальности, конечно же, юристам. Вы и сюда? А почему вы не юристы? Ну, потому что мне нравится работа с людьми, мне нравится общаться. Ну, сама как бы работа заключается, работа, общение с людьми. Ни для кого не секрет, что людям с ограниченными возможностями не всегда предоставляется возможность работать в организациях и на предприятиях области. Впрочем, решение этого вопроса не повисло в воздухе. Мы используем все рычаги, которые только возможно. Мы составляем социальные программы по приему задания, доводим нанимателям по приему инвалидов. Мы просто, как говорится, на имеющейся вакансии трудоустраиваем приходящих инвалидов. Мы бронируем рабочие места нанимателям, задание такое доводим для приема инвалидов на работу. Сегодня около 136 человек находятся на профессиональном обучении в учебных центрах для безработных. Такая форма поддержки со стороны Управления по труду увеличивает шансы соискателей найти работу по душе.